Представьте их наверх, большие и маленькие любители крупных калибров. Александр Петров с вами, у меня в гостях Buffalo. Американский тяжелый крейсер 9 уровня, прокачиваемый. Сейчас он находится на тестировании, и все его характеристики еще могут поменяться, друзья. Итак, кораблик заменит Baltimore на 9 уровне, а Baltimore уедет на уровень вниз, на 8. И давайте сейчас посмотрим, хороша ли замена, чем он хорош, чем он плох. Пока, конечно, характеристики предварительные, но, тем не менее, уже какие-то выводы можно будет делать. Ну, а пока, друзья, поставьте лайк, если вы любите живые обзоры, не записанные, а все-таки прямо в прямом эфире для вас без смс-регистрации. Во-первых, что бросается в глаза, так это, конечно, наличие еще одной орудийной башни. И у нас вместо 9 на Baltimore становится здесь 12 орудий калибра 203 мм. Это даже больше, чем на Д-Мойне, но, конечно, перезарядка здесь от Baltimore, а не от Д-Мойна 13 секунд. Вот. Что еще бросается в глаза? Корабль, ну, я бы сказал, немножко менее маневрный, чем Baltimore, по крайней мере, по ощущениям. Можно, конечно, сравнивать его в цифрах, там, и так далее, и тому подобное. Ну, вспоминая старый Baltimore, вроде он все-таки немножко более маневрный. Здесь у меня стоит сборка с читорулями и увеличенной дальностью стрельбы. Можно также сделать вариант поставить вместо читорулей маскировку и, допустим, скорострельность. Возможно, это будет интереснее. Можно поставить скорострельность и читорули, например. В общем, каждый для себя, я уверен, уже выбрал свою сборку американских крейсеров, и каждый делает ее по-своему. Ну, вот лично у меня вот сейчас вот такой мы будем делать, пробовать вариант. Так, ну что, у нас есть какой-то корабль на точечке B. Я думаю, пора бы его обнаружить, как вы считаете. Где-то уже прямо вот здесь находится. Главное, чтобы мне сейчас не прилетела какая-нибудь неприятная пылюшечка. Да, где-то рядом он находится, по-моему, уже постреливают вражеские линкоры. Ну, очевидно, что он сейчас у нас за горкой где-то. Где-то он за горкой. Имеет ли смысл сдавать РЛС? Да, наверное, не очень. Хотя, с другой стороны, вот посмотрите, сейчас у нас пацан засветился, и... Самое время сдавать РЛС, я так думаю. Вот и он. Бронирование палубы здесь 127 миллиметров. Это значит, что эсминцы с пробитием фугасами 127 миллиметров плюс-минус будут пробивать его, собственно, этими фугасами очень даже запросто. Если калибр меньше, я имею в виду с инерционкой, естественно, без инерционки пробивать не будем. Так, наша задача, наверное, все-таки добрать эту чунгму. Как-то очень мне хочется это сделать вроде бы. Слушай, он так светится, мне интересно. Ой, бонь. Чунгму надо, конечно, добирать. Попробуем мы сейчас это сделать. Вот она, вражеская чунгма. Мне бы свету еще немножко хотелось бы. Ну, как-то, пожалуйста. Нет. Нет. Свет не планируется здесь у нас. Жаль. Очень жаль, что свет не планируется. Сейчас можно еще очень даже нехило так огрести торпед здесь. Поможем мы нашим самолетам. Доставайте мушкеты. Нужно запретить. А чунгма все-таки успевает забрать точку. У него очень очаровательный 8-мартовский камуфляжик. Мяшка. Спингмяшка. Ну и что? Помогли мы нашим... Помогли мы нашим истребителям, правда? Ничего это, друзья, к сожалению, не дало. В итоге, вместо того, чтобы посветить, к сожалению, уходит у нас противник инвиз. Ну, что делать? Придется валить. Жаль. Как видите, за счет того, что хорострельность здесь достаточно скромненькая, не успеваем мы забрать вражескую чунгму. Хотя, если бы вот наши драгоценные союзники, авианосец догадался бы его посвятить, возможно, ему бы я забрал. Но сейчас идти, пароваться туда, пытаться забрать его, смысл уже, я думаю, как у вас будет. О, Макадзе забирает Эдинбург. Так, понятно. Я ясненько. Я все понял. Ну, друзья, как бы, наша задача показать корабль лицом. А вот, к сожалению, итоги всей этой истории, ну, как именно, как именно и чего мы тут нафармим, я думаю, что будет слив. Понятно, что слив, а что делать? В конце концов, и вы же знаете, что у нас, друзья, все по-честному, все в прямом эфире, поэтому, если что, поддержите меня лайком. Может быть, если вы поставите лайк прямо сейчас, это будет не слив. Так, да, мы сейчас под таким неплохим фокусом. Кстати, что касается фокуса и бронирования, друзья. Здесь у нас 152 миллиметра бронирования нашей замечательной цитадели. И это неплохо. Ну, вот, конечно, как я уже сказал, все остальное похуже. 27 миллиметров у нас наша с вами палуба забронирована. Ну, за счет чит-рулей все-таки более или менее кораблик крутится, но ФП теряет достаточно быстро в любом случае, потому что это все-таки крейсер. Чего я горю? Чего я горю? Могу и не гореть с чистой совестью. Зачем мне гореть? Огневой у нас здесь АФК. Ну, что ж, забрали все-таки Чунгму-то вражескую, я так понимаю, да? Нет, не забрали. Чунгма еще живее всех живых. Чунгме еще. О-хо-хо. Чунгмить и Чунгмить. Вот сейчас мы можем получить в борт плюшку от Ришелье. Посмотрим. Он пока залетает мимо. Все-таки французская точность, это знаете такое. Мы, кстати, сбили 11 самолетов, но наш авиковод все равно умудрился потерять все свои истребители. Просто лол. Как можно было так играть? Так, противники там атакуют точечки Ц, и мы, наверное, не будем особо туда врываться. Я думаю, что мы лучше сейчас немножко... Французская еще умудрился забрать Эльзаса. Ну, это какой-то вообще кошмар. Ребята, каким местом вы там играете, расскажите мне. Ладно, окей. Здесь отличное ПВО, как и на любом американском аппарате. Дальность крупной вот этой большой ауры 7,2 километра. Ну-ка, зарядим. ПБшечки. Попробуем хипера на вкус. Главное нам тут... РС 16 тысяч. Привет. Неплохо, по-моему. Давай еще разок. Потом Чапаеву еще один привет вышли. Есть. Ну, как видите, фирменные ББшки, американские, дают возможность делать вот такие вот залеты. Такие вот врывы. А, блин, а мне бы, наверное, может вот эту Симакадзе как-то немножко подкорректировать. Ай. Потому что улучшенная нормализация американских ББшек сказал я и... И Амаги. Амаги, по-моему. Да. Это был Амаги. Улучшенная нормализация американских ББшек не дает возможности нам забрать Чапаева. Как, Карл? Ну, хоть что-нибудь-то должно по Чапаеву залетать. Ладно. Надеюсь, что хотя бы один снарядик его добьет. Ух, есть контакт. А, ну это да, это как раз Амаги-то по нам и запулил. Так, надо сейчас быстренько пройти вдоль вот этих торпед и отправиться на точку А, забрать там Чунгму, который очень в наглую берет точку вражескую Симакадзе. Мне кажется, наверное, никто не доберет здесь. Хотя, добрали. Добираются Симакадзе, ну и я думаю, что сейчас надо попробовать добрать эту Чунгму, который берет точку А. Да, это совершенно точно было Амаги, который по нам стрелял. Ну что ж, это неплохо. Амаги это замечательно, я считаю. Держи привет, мой японский товарищ. Сейчас мы уйдем сюда вот за горочку и будем готовы встретить Чунгму в лучшем виде при помощи нашей радиолокационной станции. У нас остается одна хилка здесь, собственно, и мы ей воспользуемся. Ну, конечно, у меня, по-моему, здесь нет суперинтенданта на этом командире, но не суть важная. Я именно здесь пробовал твошного кэпа. А, и не из-за нас. Вот это, вот это, вот это облом. Я думал, он где-то здесь будет, а хрен бы там нет его. А где же он был-то тогда? Вот, это прям неприятная история. Я реально думал, что он где-то здесь будет, и мы его сейчас орлеской засветим. Ну, вот тогда в этой ситуации все гораздо печальнее, чем, я думаю, немножко нас погладила магия на одну башню частью. А, вот он где был. В итоге и РЛС-ка мимо, и Чунгу не забрали. Жаль. Жаль, 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 жаль. Ну что, в любом случае, что-то надо брать точку. Чунгу любит, кстати, пострелять из дымов, вот смотрите. О-о-о. Да, и Шильета, что-то как-то, у нас же закончился раньше времени. А здесь вот у нас Лион. Можно попробовать сдать один залп ББшкой. Но уже, наверное, поздно, нет. Переключим на фугасы. За счет того, что у нас здесь командир замечательный Стивен Сиггл в прошлом, сейчас какой-то там Джон Доу, у нас есть возможность переключать снаряды быстро. И факт, что нам это, конечно, сильно пригодилось, но... Надо, чтобы Рон встретился с этим Лионом. Я с ним встречаться не очень хочу. Давай, Рон, ты справишься, я уверен. Где Лион? Ай. Един привет замечательного маги. Да. Хорошо, он нам тут воткнул. Вот, кстати, и Лион. Но у нас больше нет, к сожалению, хилок. Поэтому ничего мы здесь Лиону противопоставить не можем. Единственное, что мы можем, наверное, немножко попробовать тонкануть его носом. Так вариант. Блин, лучше бы ты ко мне летел, лавик. Толку был бы значительно больше. Ну, по крайней мере, это был бы веселее. Рон зачем-то сбрасывает торпеды в Чунгму. Угу. Окей. Торпеды так торпеды. Нам бы сейчас вот эту Чунгму бы подзабрать было бы неплохо, мне кажется. Он же достал. Он же достал. Серьезно. Ну, там КП карпали, он там нам уже фулкоманды разобрал. Вот так вот, детка. Ну что, давайте немножко отомстим о маге. Переключимся на бронебойные снаряды. Маги слишком медленно идёт. Давай, Рон. Ой, давай, давай, давай. Ты же справишься. Немножко попробуем здесь поманеврировать. Ну, как бы, совершенно очевидно, что вся история складывается не в нашу пользу. Но у нас ещё есть возможность немножко пострелять. О, магия. Вот та магия даёт нам залп. Ну что, выдержит наш замечательный корпус. Плюшку. Ну, может быть, даже выдерживать не придётся. А у Рона, кстати, торпедный борт какой-то в КД. Вот, правда, не знаю какой. Но какой-то совершенно точно в КД. А, нет, кстати. Ну, не знаю. А маги вроде как умеют играть. Мне кажется, что он не напорится на эти торпеды. Хотя, как знать. А мы тем временем за маги, наверное, не пойдём. Заряжаем обратно фугасы. Ну, кстати, не знаю, горел, не горел. О. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, как ваши успехи с американскими крейсерами. Получается ли у вас всё или же нет. Как там Пенсаколы, Орлеаны и же с ними выходит ли у вас играть на этих, друзья, кораблях. Потому что лично у меня американская ветка вот этих вот крейсеров оставляет, конечно, самые печальные впечатления. И чтобы всё это пройти, мне пришлось прям сильно постараться. У нас... Не хочет он у нас доворачивать борт. Попробуем и довернуть борт. Нет. Он кашет. Нормально. Надо убежать сейчас от Мартеля и не нахвататься ещё плюшка тамаги, который, разумеется, захочет нам тоже ещё что-нибудь всадить. Ну, держит. Держит броня у нас пока что. Там ещё где-то Лайн должен нам по идее немножко помочь. Ну, а вот фугасы, к сожалению, броня-то наша особо не держат. Попробуем немножко за счёт манёвренности вытащить. Поскольку это вообще возможно. Не знаю. Не въехать вот в эту... И всё-таки въедем. Надеюсь, что не въедем. Ой. Там ещё и решильде. Боже мой. Тут же там народу-то. Всё. Да. Это последнее попадание. Ну, что, 94 тысячи. Друзья, как я и говорил, всё снимается в живом режиме, поэтому я не гарантировал вам, что это будет прям победа и затащила. Но, тем не менее, достаточно неплохо мы поиграли. Уверенное первое место в нашей команде. Корабль мне нравится больше, чем Балтимор, разумеется, за счёт того, что огневая мощь здесь больше. Но вот манёвренность немножко оставляет вопросы, если честно. Короче, будем ждать, друзья. Посмотрим. И не забудьте подписаться на канал, прожать колокольчик для того, чтобы получать всю своевременную информацию про Волны Фаршипс первыми. Ставьте лайки. Тоже с вами. Увидимся в открытом бою. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...